Всем привет, друзья! Здравейте! Дима, Даниэль, Скалско, Болгария. 16 февраля, друзья, 24 год. У нас пятница, у нас утро. У нас такая, можно сказать, осенне-весенняя погода, хотя еще весна не наступила. Пасмурно, плюс 6 градусов в горах. Солнца нет, дождя нет и снега, ребята, тоже нет. Ожидается ли снег еще и похолодание? Никто вообще не знает. Даже гидрометеоцентр Болгарии, ну, он еще нам не сообщил. Но прекрасно, уже здорово, ребята, и хорошее настроение, как обычно. Утро, позитив. Сегодня отвечу на вопросы подписчиков, которые постоянно задают. А в конце видео расскажу, друзья, про сериалы, которые, в общем-то, меня спрашивают, что интересно посмотреть. Итак, друзья мои, что у нас вообще происходит в Болгарии? У нас в Болгарии все, как говорится, прекрасно, хорошо. Я нахожусь сейчас в гордом одиночестве, в болгарском селе Скалска-1, потому что Светочка у нас сейчас посещает нашу историческую родину, Израиль. Она там уже 10 дней и уже взяты билеты, дела закончены. В принципе, особо никаких таких специальных дел не было. Если кто спрашивает, мы не должны никуда летать, подтверждать что-то, ребята, ничего не должны. Просто полетела к внуку встретиться с сыном и наладить какие-то банковские дела. Так что это не критерий каких-то документов. Войны в Израиле, война есть, ребята. Ракет в Ашкелоне нет, что уже радует. И послезавтра, 18-го числа, я поеду мою дорогую супругу встречать из Варны. Купили билеты. Билеты сейчас не дешевые, потому что лоукостов нету. Визер, Ренер не летает. То они летают, ребята, то они не летают. Продают билеты, отменяют билеты. В итоге летим на Исраэр. Билет в одну сторону, 202 доллара, без багажа. И багаж сейчас на Исраэр стоит 71 доллар на один чемодан. Мне говорили, вроде 50, нет, 71 доллар. Все замечательно, все хорошо. Так что скоро еще одно воссоединение семьи после двух недель. Что я здесь делал в Скалска-1, друзья? Да ничего не делал, ребята. Мы пенсионеры, можно сказать, пенсионеры по инвалидности. Поэтому здесь полный расслабон. Село, прекрасная погода. Самая главная ответственность это покормить Маргошу, кошечку, и покормить Бамбу. Куриц кормить мне не надо, потому что их уже нет, и они уже кормят меня. Я такой бульон, ребята, классный сварил из курочки. Это вообще натур-продукт. Друзья, вообще, как нам вообще здесь живется? Живется нам здесь хорошо. Финансово мы здесь, мы получаем израильские пенсии. И на это, в общем-то, так сказать, и живем. И очень много вопросов подписчиков по поводу того, что лишают больничной кассы в Израиле. Ребят, через пять лет непроживания в Израиле отвечу вам на ваш вопрос. Больничной кассы лишают. Вы пять лет не прожили. Но никто вас не лишит гражданства. А теперь давайте подойдем к вопросу вот так. Как я уже говорил, что когда люди собираются переезжать, жить в другую страну на большой срок, они, конечно, должны заботиться о том и брать в расчет, если есть какие-то серьезные заболевания, нужны какие-то постоянные таблетки. Это очень и очень важно. И, естественно, людей это волнует. Давайте я вам так расскажу вкратце, что происходит по медикаментам. Итак, к примеру, я получаю таблетки, выписываю таблетки от давления. Я же не полечу в Израиль каждый раз. Здесь я прихожу к лечащему врачу платно. Я прихожу там на частный прием за пять, за десять евро. Показываю ему аналог. Здесь врач меряет мне давление и либо прописывает мне новые таблетки на основании диагноза, либо выписывает мне аналог. То же самое касается и других лекарств. Но, ребята, здесь вы покупаете все лекарства в аптеке за деньги. Без каких-либо скидок. Дорого это или дешево? Я не могу сказать. Наверное, здесь все-таки, да, здесь частным образом лекарства подешевле. Ребят, и более того, здесь Болгария, здесь Евросоюз. Вообще, болгарская фармакология, она известна, она вообще известна очень много лет. Она славится, она очень хорошая. И в Евросоюзе, ребята, не может быть каких-то фейковых поддельных лекарств. Если где-то в России, в Украине еще могут быть какие-то сомнения в аптеках, то есть здесь нет, здесь сугубо контроль. Ну, Европа, ребят, Европа здесь не обманута, Европе-то. Поэтому в аптеке есть все. Можно заказать через интернет, можно пойти купить. Можно пойти выписать рецепт на любое разрешенное лекарство. Потом пойти в аптеку и его купить частным образом. Опять же, много ситуаций. Поэтому кто-то привозит из Израиля. Вот, например, мне нужны какие-то таблетки. Зачем покупать здесь? Я говорю, ребят, привезите. Все время кто-то летит. Очень много знакомых. Поэтому думаю, что какой-то проблемы с лекарствами здесь нет. Также кто-то спрашивал меня про инсулин. Ребята, я не знаю здесь. Не могу ничего точно сказать. Опять же, ну, вы должны сначала приехать в Болгарию. Проверить вот эту ситуацию. Позаботиться. И только после этого понимать. Теперь, по поводу лишения. Да, через пять лет лишают больничные кассы в Израиле. Ребятки, а пользовались ли я сейчас больничные кассы в Израиле? Нет, не пользуюсь. Если у меня есть какая-то проблема, я здесь иду к доктору. И поверьте мне, уже не раз проверено. Если год назад я ничего не мог сказать на эту тему про болгарскую медицину. Ничего не мог сказать, потому что не ходили. То сейчас уже после года и шесть месяцев много знакомых, которые здесь обращались по разным, по простым и по очень сложным ситуациям. И вопросы эти решались платно, извините, но на достаточно хорошем уровне. Если в Болгарии вы можете пойти к специалисту очень высокого класса, очень высокого класса, ну, где-то за 40-50 евро на прием. Это будет профессор, который отнесется к вам замечательно. Опять же, все по отзывам, я ничего не придумал. Поэтому, ну, а дальше с медициной, конечно, решать всем вам лично. Теперь, опять возвращаемся. Вот, какая самая большая причина нашего переезда? Ну, вот я уже много-много раз говорил. Ребята, безопасность. Безопасность самая главная причина. Мы здесь сидим в Болгарии. Мы здесь живем. У нас дом. У нас здесь вокруг. Я не знаю, что такое сирены. Я не знаю, что такое ракеты. Поэтому спокойно и безопасно, ребята, на сегодняшний день в нашей жизни. Мир вообще вошел в какую-то непонятную ситуацию, когда, наверное, нам просто не хочется войны, нам хочется спокойствия. И здесь уже сколько стоит колбаса или сыр в каких-то местах не очень сильно волнует. Поэтому только безопасность и спокойствие. Ничего. Абсолютное спокойствие, друзья мои. Абсолютное отсутствие агрессии у людей. Абсолютное отсутствие нервов. Вот вы знаете, со Светланой разговаривая по телефону, естественно, мы говорим по WhatsApp каждый день. Она куда-то спешит. Она там, Дима. Я говорю, слушай, дорогая. Я говорю, ты в каком-то постоянном таком... Она говорит, Дима, здесь в Израиле все так живут. Я говорю, подожди. Ну тебе же завтра не надо на работу. Какая у тебя единственная работа? Это сходить к внуку, посидеть с ним. Но все равно, она говорит, тут страна так живет. Я уже, конечно, забыл. И вспоминать, честно говоря, никак не хочется вот этого такого постоянного напряга. Ну, опять же, это удел крупных городов, крупных стран, где люди все время спешат, не успевают. И от этого появляется огромное количество, ребята, стресса. Стресс возникает неоткуда. Может быть, люди сами себя в этот стресс загоняют. Ребята, приезжайте в Болгарию. Здесь этот стресс с вас сойдет сам. Потому что вы проснулись с утра. Вот я проснулся с утра. Проснулся? А когда я захотел? Чтобы я когда-то раньше просыпался в 8 утра? Нет, такого не было. 6 утра, подъем, все. Движение, то есть здесь проснулся, открыл глаза, пошел. Лицо как-то помыл или не помыл. Какие у нас заботы? Встал, кофе попил раз, кофе попил два. Взял сигаретку, пошел покурил. Курение вредит вашему здоровью. Кстати, друзья, в Болгарии сигареты не такие дорогие. Но это реально уход из бюджета. В месяц где-то на сигареты. В Болгарии сколько мы тратим? Ну где-то, наверное, 100-120 евро. Пачка сигарет здесь стоит 2,83 евро. Бросаем курить, бросайте курить, кто хочет. А кто не хочет, не бросайте. Личное дело каждому. После этого такое начинается раздумие, что бы так поделать? Да, надо кошечку покормить, собачку покормить. Выйти, открыть дверь на улицу, посмотреть. Так, чего у нас там за окном-то так? О, пасмурно. Ну хорошо. Включили телевизор, включили в интернет. И занимаемся тем же, чем мы занимались, ребята, в нашей стране исхода. Кто не работает, какие-то дела по дому, новости, звонки, телефон. Ребят, все то же самое. В принципе, поменена локация проживания, но в принципе то же самое абсолютно. Тот же телевизор на русском языке, тот же интернет, в нашем случае на русском языке. И те же абсолютно дела и заботы, которых в принципе здесь нет. Какие в Болгарии, ребята, могут быть, ребята, заботы? Самая серьезная забота, это не опоздать заплатить за электричество, заплатить по счетам. Ребят, это я сам себе усложняю, потому что прекрасно можно сделать все эти платежи через аппликацию, ни о чем не думать. Ну я, так сказать, человек немножко примитивный. Не люблю я все эти аппликации, интернет, эти кнопочки. Они меня реально бесят, если что-то не получается. Поэтому все равно так и так. Мы ездим в Габрово, 14 километров от нашего Скалска. Два-три раза в неделю сел на машинку. Поехал в город, покатался. Зашел в один супермаркет, посмотрел, где акции. Зашел в другой супермаркет, посмотрел, где акции. Зашел, заплатил счета, все, дела сделаны, погуляли, прокатились. Но вот так мы живем, потому что работать, работать нам не надо. Мы свою жизнь уже очень и очень много и тяжело отработали. А зачем сейчас работать? Для чего? Вот мы поменяли на самом деле место проживания. Мы просто поменяли такой стрессово-ракетно-бомбовый Ашкелон, все прекрасно понимают, о чем я говорю, на прекрасное тихое болгарское село. Вышел тут, посмотрел, людей нету, все спокойно. Захотел, сел на машину и куда поехал, куда ты хочешь. Вот это огромнейшее преимущество, друзья мои, лично для нас, может быть, кто-то удивится, а лично для нас огромное преимущество, что можно сесть, вот сейчас выйти на машину, сесть в машину, завести ее, взять с собой карточку, взять с собой деньги и поехать, куда ты хочешь. В принципе, куда ты хочешь. Ну, есть такой маленький нюанс, что раньше мы катались очень часто в Турцию, сейчас в Турцию мы не ездим. Почему мы не ездим в Турцию? Потому что, ребята, в свете последних событий война в Израиле, с нашими израильскими паспортами, в Турцию как-то ездить не камильфо. У нас нет никакого запрета на это, границы открыты, рисковать не хочется. Вот просто не хочется ехать. Турция не вражеская страна, у нас есть дипломатические отношения, просто сейчас есть какие-то такие непонятки. И с нашими паспортами я не поеду. Ну, вот просто не поеду. Сербия? Можно поехать, конечно, в Сербию. Да тоже, сколько нам до Сербии-то? Четыре часа езды. А куда еще можно поехать? Ребят, куда хотите. Греция, пожалуйста. Ну, хоть Северная Македония. Ну, просто я не знаю, что делать там в Северной Македонии. Говорят, что мясо дешевле. Но, тот, кто едет в Северную Македонию из Болгарии, с болгарскими документами, надо учитывать, что там эти две страны, они немножко друг друга. Ну, Болгария считает, что Северная Македония – это Болгария. Я здесь в историю не вдаюсь. У болгар с северными македонцами есть такое, некое какое-то противостояние. Может быть, подписчики про Северную Македонию болгары мне скажут свое мнение. Не поеду. А мы, наверное, ребята, в ближайшие несколько дней, вот сейчас Светочка вернется, мы делаем такое интересное путешествие в Молдову. Мы поедем-ка, мы в Кишинев, ребята. Почему в Кишинев? Несколько причин. Первая причина, друзья мои, то, что в 95-м году наш брак с моей дорогой супругой Светланой был заключен в городе Кишиневе. В 95-м году. Я работал там от израильской компании. Был там руководитель проекта, бизнес-проекта. Был годовой контракт. Я его успешно выполнил. Там нужно было очень много, был огромный склад израильских товаров от израильской фирмы. И они вообще не умели работать. И президент в Израиле сказал, слушай, Дима, по статистике, они там это все будут продавать 11 лет, мы посчитали. Давай, езжай, продай это за год. Ну, функция была выполнена. Я приехал, поработал там и продал все это за один год. И успешно там познакомился. Счастливая поездка. Успешно там познакомился со Светланой. Где? После не очень долгого времени над нами был заключен брак, который продолжается вечно, до сих пор. Ребята, у нас сколько? С 95-го года 29 лет совместной жизни. Мы живем прекрасно, хорошо. Конечно, в жизни бывают разные вещи, но вот все прекрасно и хорошо. У нас двое детей, у нас внук, у нас все замечательно, все прекрасно. И поэтому в Кишиневе живет наша свидетельница, лучшая Светина подруга, Лиля. Поедем-ка мы к ней в гости. Заодно мы в Кишиневе, да, не были ни разу после этого. И Светочка не была в Кишиневе 30 лет, и я там тоже не был. Поэтому через 30 лет мы посмотрим на этот город. Мы пройдем по местам боевой славы нашей. Где женились, где жили. Очень интересно будет вообще посмотреть и сравнить. Поэтому эта поездка, она будет очень интересная для нас. Говорят, что Молдова сегодня красивая, чистая, ухоженная и очень не любит Евросоюз. Ну я не знаю, ребята. Поэтому это обязательно будет освещено в видео. Теперь, сколько нам до Кишинева ехать из Габрово? 700 километров. 10 часов, 11 часов. Ну для нас, на машине, это вообще не проблема. У нас паспорта, нам визы никакие не нужны. Мы проходим спокойно две границы. Сначала мы проходим румынскую границу, переход Русы, Дунаев мост. И потом мы тащим так вперед в две руки два водителя-профессионала, мы едем до... прямо до Кишинева. Сейчас собираем информацию, какие там нюансы с молдавскими полицейскими. Нам такие, знаете, много разных типов рассказали, чего нельзя делать. Говорит, Дима, ребята, скорость не превышайте. Там жесть. Там пытаются с вас везде получить. Ну я и так стараюсь скорость не превышать. Ну, готовимся, готовимся к поездке. Все, нам что, нам надо термос, бутерброды, права, сели, поехали. Поездка обещает быть интересной. Единственное, что мы посмотрим, чтобы не было каких-то снегопадов и погодных условий. Аренда в Кишиневе, мы посмотрели, апартаментов недорогая. Молдавская пища, она очень вкусная. Это тоже для меня такой кулинарный пуш будет интересный. Покушать там молдавских плацинда, метитейчики. Вино молдавское попить. Так сказать, понять, какое вино лучше, болгарское или молдавское. Поэтому мы готовимся вот в этом, ребята, в этом весь и кайф, что могли бы мы, сидя, например, в Ашкелоне, сказать друг другу, слушай, давай-ка мы завтра поедем в Кишинев. Могли бы? Ну, конечно, могли бы. Что для этого нам нужно было сделать? Нам нужно было купить билеты на самолет, доехать до аэропорта, найти рейс, ждать три часа, потом перелет. Поэтому особо вот такие вещи, куча денег. Здесь же я посчитал, поездка нам на газу туда и обратно в две стороны нам будет стоить всего лишь 100 евро. 100 евро, 200 израильских шекелей. Дорого? Да фигня, ребят, зато мы не связаны чемоданами, мы не связаны билетами. Мы едем на машине, в машину мы кладем все вещи, которые мы хотим. Мы даже прибус туда положим и по дороге где-нибудь встанем на обочине и сварим мы кофеек или чаек. Если захотим. А если не захотим, есть бензоколонки. Все просто, все хорошо. Суперкальп. Вот так меня вот лично прет те возможности, которые мы можем использовать. Свободные передвижения. В Израиле у нас было свободное передвижение? В принципе, было. Только оно было сопряжено с огромным количеством проблем и финансовых, и временных. Потом война. Поэтому, в общем-то, здесь вот в этом весь кайф. А на дальнюю весну мы планируем Германию. Тоже на машине. Тоже неопределенный срок. Благо, всегда у нас есть друзья, которые здесь посмотрят. Ну, за домом смотреть не надо. Все на сигнализациях. Здесь вообще абсолютно спокойно. Самое главное, всегда придут, накормят Маргошу и накормят Бамбу. Вот. Куриц кормить, как я сказал, уже не надо, потому что они уже в холодильнике и в наших животах. Светочка, правда, у нее есть. Снова очередной проект с этими курочками. Елки-палки. Домик она собирается снова строить. Курятник. Я туда две звезды повешу. Вот если эти курицы потом не начнут нести яйца, ребята, это вообще, ну, это уже, так сказать, дело будущее. Сегодня у нас, у нас хорошее настроение, у нас в проекте поездка. А когда вы знаете, что вы куда-то едете, через там, предположим, ну, дней шесть, либо мы поедем на следующие выходные, то уже, конечно, это энергетика, это пуш, ты куда-то выезжаешь. Ведь не все же время сидеть здесь. Конечно, можно кататься по окрестностям, что мы периодически, конечно, и делаем, изучаем Болгарию. В Болгарии, ребята, есть огромное количество мест, которые можно посетить, огромное. Можно сказать, это не хватит на несколько лет. Но, как я и говорил, сначала нам неинтересно поехать дальше, а здесь мы так и так все это увидим. У нас и так и так будет на все на это время. Поэтому супер, супер, супер. Сама поездка обещает быть, буду вести. Теперь, друзья, как и я и обещаю, всегда люди спрашивают, что мы сейчас смотрим, какие сериалы. У нас есть Netflix, у нас есть естественный интернет. Но, как я и говорил, самый крутой сериал всех историй для меня это «Родина», «Хомланд», американского производства, 8 сезонов. Вы знаете, вот я смотрю, например, сезон 2, сезон 3, который был сделан в 2013, в 2014 году. Ребята, они там говорят такое, что сегодня мы сравниваем ситуацию, которая сейчас, Израиль, Иран, блин, я в шоке, как будто они обо всем этом знали. Сериал сильнейший, всем рекомендую посмотреть. Ну, давайте так, на втором месте, конечно, ставлю сериал израильский, сериал «Фауда». Те, кто не знает, «Фауда» – это перевод с арабского слова «хаус». «Фауда» – это по-арабски «хаус». Сильнейший сериал, очень жесткий, очень тяжелый, а особенно, когда его смотришь после 7 октября, мурашки по коже. Ну, если люди, которые не из Израиля, смотрят этот сериал, ребят, я вам скажу, на самом деле все так и происходит. Вот, я разговариваю со своим сыном из боевых войск, он говорит, папа, это то, что есть, это вот так оно происходит, так люди работают и оберегают свою страну. И дай бог, чтобы, в общем-то, оберегали они и так ее и раньше. Вот по поводу этих двух сериалов давайте скажем какой-нибудь третий, который мне, так сказать, запомнится, запоминается. Я сейчас еще смотрю сериал, который называется «Карточный дом». «Карточный дом» это не бумажный дом, это американский сериал про американскую политику, про их. Ой, ребят, когда я смотрю этот сериал, вот просто противно, вы понимаете, как они там, вот в этой Америке, что они там творят только для того, чтобы получить эту власть. Такая грязь. Снят замечательно, снят великолепно, актеры прекрасны, очень рекомендую смотреть тоже этот сериал, не путать с бумажным домом, ну, потому что, наверное, вот эти три сериала, они в таком топе. А в следующий раз я вам расскажу еще про пару интересных сериалов. Друзья мои, будьте здоровы, хубавдень, шельхамьем наим, хаваримшили, and have a nice day, my friends. Чао-чао, будьте здоровы, удачи вам, мира, спокойствия, здоровья. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok